Федеральный закон о внесении изменений в статью 40 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Докладывает член Совета Федерации Олег Владимирович Мельниченко. Докладывает член Совета Федерации Олег Владимирович Мельниченко. Предлагается применять к муниципальным депутатам такие меры ответственности, как предупреждение освобождения от должности в представительном органе муниципального образования, в том числе от усуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения полномочий депутата, с лишением права занимать должность в представленном органе муниципального образования. Как мы знаем, схожий дифференцированный подход в настоящее время уже применяется в отношении членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Новеллой закона проекта также является необходимость опубликования информации о вынесении муниципальному депутату предупреждения на официальном сайте соответствующего органам местного управления в сети интернет. Уточнение мер ответственности позволит, на наш взгляд, не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и предлагаемые изменения будут способствовать повышению статуса муниципального депутата и развитию местного самоуправления в стране. Убедительная просьба к вам, уважаемые депутаты, поддержать. Коллеги, будут ли желающие выступить? Есть. Нилов Олег Анатольевич еще есть? Олег Анатольевич, пожалуйста, вам слово. Важнейшая тема, хотя, на мой взгляд, неправильно назван закон, какие здесь коррупционные правонарушения. Вот то, о чем я услышал от докладчиков, это арифметические какие-то ошибки, какие-то описки, но это к коррупции не имеет отношения, если верить в то, что это действительно какая-то мелочь, какие-то, как вы сказали, несущественные. А коррупция все равно остается главной нашей бедой, главной проблемой. Говорить о том, что мы незаконное обогащение людей во власти, ну, практически победили, думаю, что невозможно. Иначе совсем по-другому бы на нас реагировали, на руках бы носили нас граждане. А вот это, то, что мы наблюдаем, это как в той песне. Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад. И вот это все танцы такие продолжаются, а заголовок, название, антикоррупционный закон приняла Дума один, второй, третий. Вот это не антикоррупционный закон, это вообще какая-то ерунда. Вопросы какие остаются, уважаемые коллеги? От фракции выступаю, добавьте, пожалуйста, время. Добавьте четыре. Декларирование только что провели. Каждый год я сталкиваюсь с этим и говорю, а почему не весь список вот здесь указывают депутаты всех уровней? Да, земля есть, да, дом есть, значит, недвижимое, движимое имущество, счет в банке, замечательно. Почему не учитывается, например, те ценности, которые изымают там тоннами, килограммами, деньги в сейфе, часы многомиллионные, антиквариат, шубы, много чего еще есть ценного, да, что обнаруживается. Но это не декларируется. Вот над чем бы я советовал подумать коллегам из Совета Федерации. Давайте сначала задекларируем полный объем имущества. Затем, да, еще здесь есть какие нюансы. Недавно я приходил вот вместе с вами и говорю, у меня, допустим, есть миллион голов пчел. Не, не годится, вы же никакой коммерческой деятельностью не занимаетесь, не занимаюсь. Корова, коза, нет, не надо ничего. А если бы было у вас их там десятки, сотни, тоже не надо. Вот где пробелы, уважаемые коллеги. Давайте определим, что такое несущественное. Ведь суть этого закона несущественная. Вы употребили хороший термин. Давайте во втором чтении поправку внесем. Я бы предложил, несущественным признается, непревышающий годовой доход депутата. Объем денег, не знаю, там, эквивалент площади, земли или жилой площади. Вот тогда это несущественное. А если это будет решать непонятно кто на свой взгляд. Ну, у кого-то щи без мяса, у кого-то жемчуг мелкий. Несущественным могут признать и гектары земли, и сотни метров жилья или других каких-то построек. Поэтому в этом здесь кроется вот этот дьявол, уважаемые коллеги. Поэтому давайте поддержим эту инициативу. Но для того, чтобы во втором чтении, тем более в третьем чтении, ну, вот не смешить, что называется, народ. И говорим, да, боремся с коррупцией, а на самом деле боремся с орфографией какой-то. Давайте установим эти четкие критерии. Ну, и я согласен с коллегами, которые говорят, процедуру, да, кто будут судьи, кто будут принимать эти решения, давайте ее вот тоже регламентируем. Или хотя бы, ну, тут невозможен подзаконный акт, значит, это не правительство, но пропишем тогда давайте в этом же законе. И тогда действительно не будет претензий ни у депутатов от партии власти, которые когда-нибудь совершенно не исключено станут депутатами от оппозиции. Ни наоборот. Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич. Олег Владимирович, будете выступать заключительным словом? Пожалуйста. Спасибо за обсуждение. Безусловно, будет второе чтение. Многие нюансы можно будет там предусмотреть, снять, если есть какие-то шкраховатские. Главное концептуально, что в стране будет существовать единая система ответственности депутатов, начиная с Совета Федерации и Госдумы, и кончая поселенческим собранием представителей и муниципальными депутатами. Я думаю, что это правильный подход, и, наверное, собственно, в рамках его и предлагается данный проект федерального закона. Спасибо. Спасибо, Олег Владимирович. А, Алексей Николаевич, пожалуйста, депутат Диденко, включите микрофон. Тоже очень коротко, Иванович. Спасибо за обсуждение, потому что вопрос действительно важный. У нас 160 тысяч муниципальных депутатов первичного звена, и, поверьте, это не арифметика, когда человек в поселке, полторы тысячи жителей, там три деревни, и из-за того, что он округлил сумму, там, 10 копеек, лишает полномочий по коррупционному составу, в связи с утратой доверия и так далее. То есть там, где депутатами по определению не становятся люди, которые себя ничего не представляют, в поселках все очень хорошо друг друга знают, и обы кого депутатам не изберут. Так его еще, этого авторитетного человека лишают полномочий по нереабилитирующим обстоятельствам. Он ничего сделать не может. Доказать свою невиновность, объяснить, что это там в результате какой-то оплошности, ошибки, описки возникла неточность. Вот об этих случаях идет речь, и она привела к очень серьезным последствиям. Уважаемые коллеги и оппозиционные партии, в первую очередь, да и партия власти, когда осуществляет подбор на депутатов сельских поселений, наверняка ощутила, что после первых декларационных кампаний, когда активные граждане посмотрели, что это авторитетных людей, невзирая на их заслуги, за телегу 50-го года выпуска лишает полномочий по коррупционному составу, особо желающих идти в сельские депутаты не наблюдается. Поэтому в результате появилось такое явление, как отрицательный отбор представительного депутатского корпуса на селе. То есть люди, которые имеют какой-то доход стабильный, какое-то имущество, предприниматели сразу же отвалились, люди с стабильным заработком представителей бюджетной сферы, здравоохранения, образования, какие-то предприятия дорожные, все эти отрасли сельские, тоже все ушли. Из кого выбирать-то? Кого-то же нужно формировать представительный орган, лучших людей, которые будут парламентский местный контроль осуществлять, бюджет принимать. Поэтому это явление, которое приобрело очень серьезное распространение и к негативным государственно-правовым последствиям. Поэтому нашу территориальную первичную основу, местное самоуправление, депутатский корпус нужно укреплять. И вот устранение этой несправедливости, оно как раз приведет к упрощению этого корпуса депутатского на местах и к формированию действительно работающих, действующих витивных представительных органов в муниципальных образованиях. Ко второму чтению все обсужденные вещи, тезисы мы еще раз проанализируем и постараемся их учесть. Спасибо, Алексей Николаевич. Коллеги, обсуждение завершено. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok